В Буйнакске идет разбор конструкции моста, который рухнул накануне. Напомним, пострадали трое рабочих. Они находятся в больнице, один в тяжелом состоянии. Что стало причиной обрушения, выясняла Луиза Раджабова. Ей слово. Новый год без нового моста. Вот такой подарок для жителей Буйнакска. По нему планировалось спустить основной поток автомобилей, ведущий в горную местность. Отметим, что если бы мост рухнул после официального открытия, то жертв было бы намного больше. Обрушение произошло при заливке бетона примерно в 3 часа дня. Главная версия на сегодняшний день – это ошибка на этапе строительства, из-за чего конструкция не выдержала собственного веса. Ответы на все вопросы дадут две экспертизы, назначенные следствием. Это судебно-медицинская и строительная. Уже возбуждено уголовное дело. Тем временем пострадавших рабочих в тяжелом состоянии доставили в Буйнакскую городскую больницу. В тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы. У него диагноз тяжелый ушиб головного мозга. Супрахминдальное кровоизлияние, внутримозговая гематома. Состояние на сегодня стабилизировалось. На сегодня он, возможно, будет переведен в Махачкалу. Сопровождение нейрохирурга, сопровождение реаниматолога. Дальше для дальнейшего лечения, возможно, будет переведен. Вот сейчас решается вопрос о переводе. Пока ситуацию никак не комментируют в Министерстве транспорта республики. Кто больше виноват произошедшим, заказчик или подрядчик, покажет дальнейшее разбирательство. Однако, известно точно, глава Дагестана Владимир Васильев взял ход расследования под личный контроль. Лиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Буйнакск. Продолжение следует...